В хадисе Абхурайра, который мы сегодня с вами прочитали, что посланник Алейсалату Ассалам сказал «Инна Аллаха ляянзору и лясуварикум ва амаликум ва лякин янзору и лякулюбикум» То есть Аллах Субхан Таре не будет смотреть на ваши внешние виды или же на ваше имущество и так далее, но будет смотреть на ваши сердца. «Махалюннадар алькальбу ва ламаль» Поэтому Шейх Ибнабаз говорит, что смотреть и считаться будут с чем? С деяниями и с чем? С сердцем. То есть с деяниями и с их намерением, так как намерение место ему где? В сердце. «Амма малю лин сани ва джисму гу каунгу кавиена у джамилен амру гу саглик» А что касается имущества человека, его тела, что он сильный, красивый, хорошо, это все очень простые вещи, на которые не нужно обращаться. То есть мы смотрим и не считаемся с тем, какое у него тело, сколько у него имущества и так далее и тому подобное. Хорошо, то есть мы смотрим на что? То есть то, какое у него сердце и какое у него деяние. Поэтому человек, у которого много имущества, и он расходует вот таким вот таким образом на пути Аллах Субханаху Таре, он не потому, что у него имущество много, благое перед Всевышним Аллахом. Почему? Потому что он делает, хорошо, потому что он делает что-то. То же самое с сильным мужчиной, то есть посланник Алейху Салату Ассалам сказал «Аль-Муминал-Кави хайруну ахаббу или Аллаху миналь-Муминал-Да'ив вуфикуллин хайр». Говорит, сильный, хорошо, сильный верующий, любимее и лучше перед Всевышним Аллахом Субханаху Таре, чем верующий, слабый. И оба в них есть благо. То есть оба, они в них есть благо, говорит. Почему? То есть просто потому, что он сильный, у него мускулы, он там хорошо, и мы видим, как он на 13 размеров футболку меньше надел, чтобы все видели, чтобы никто не забыл случайно, что он хорошо там где-то покачался 15 минут и так далее и тому подобное, хорошо. То есть для этого нет. То есть сильный он почему? Потому что пророк Алейху Саратсан в другом хадисе сказал «Хайру нас и анфагу, блин нас, лучшие в этой общине или же лучшие люди, это те, которые больше приносят пользу другим». И понятное дело, что человек сильный, он поможет тебе больше, чем какой-то человек слабый, хорошо. То есть слабый может быть наоборот, абузой будет, тебе шкаф нужно перенести, кого ты позовешь, кого-то, кто этот сам полку из этого шкафа не сможет перенести, или же того, кто тебе скажет «Сиди, а я сейчас сам все сделаю» и так далее. Как мы рассказывали историю про того отца, который умирал хорошо и сказал «Пока этот крепкий осел с вами, вам ничего не навредит». Поэтому, братья, если у человека праведное сердце, если у человека праведные деяния, то это великая польза этому человеку. То есть и посланник Алейху Саратсан даже в вопросах имущества так и сказал, кстати, что хорошее, самое лучшее имущество, это то, которому Аллах Субханна дает человеку много имущества, и он делает вот так, вот так, вот так, вот так. То есть расходует на право, на лево, хорошо, расходует на все то, что любит Всевышний Аллах Субханна. То есть, если у человека много имущества, мало имущества, у него сильное тело, он красивый и так далее и тому подобное, это абсолютно никаким образом не поднимает его степень, хорошо. То есть не будет такого, что человек, который был красивый и совершал деяния, у него будет награда больше, чем другой, который был уродливым, например, хорошо. Это Всевышний Аллах Субханна дает создал, испытал каждого своим. И не думайте, что, братья, испытание красотой – это что-то легкое, но он-то красивый, там она-то красивая. Наоборот, посмотрите, самое страшное фитнес, искушение постигает тех женщин, которые чересчур красивые, у которых там, если какая-то фигура и так далее, какие-то формы и так далее, то весь мир видит эти формы, хорошо. И какая польза от этой красоты тогда? Хорошо. Быть может, другая девушка, то есть не дал ей Всевышний Аллах Субханна вот такого. Но опять же, красота, она, как говорится, в глазах смотрящего, так или не так. То есть человек, может быть, тебе не нравится человек, а другой скажет, Аллаху Акбар, вот это и есть хорошо, то, что мы искали всю свою жизнь и так далее. Хорошо. То есть это вопросы очень и очень хорошо, то есть удивительные на самом деле. То есть действительно порой бывает хорошо, то есть человек, ты думаешь, как бы, ну, почему и как, но вот кто-то вот прям с ума сходит. А другой говорит нет вообще. То есть опять же, то есть на вкус и цвет, как говорится. Но в любом случае, то есть если человек считает, что он там какой-то там некрасивый и так далее и тому подобное, то пусть знает, что, быть может, Всевышний Аллах Субханна вот Аля хорошо, то есть от него, то есть убрал какую-то другую, то есть какой-то другой вред и так далее и тому подобное. Но здесь мы не говорим про того человека, который сам стал причиной, хорошо, то есть своего какого-то. Человек толстый, например. Толстый почему? Потому что он просто жрет, извините за выражение. Вот просто он кушает постоянно, не может, без остановки кушает, 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 у него желудок уже хорошо, то есть коленку мою. То есть он не может, Субханна, хорошо, то есть остановиться. Это неправильно. Человек должен работать над собой. То есть тебя не создал Всевышний Аллах Субханна таким, хорошо, ты сам пришел к этому. Или же еще какой-нибудь там человек, я не знаю, то есть хочет там себе тело, например, и ничего не делает для этого. Или же через чур худой почу, потому что он там не кушает, а нюхает только и так далее. Нет. Какая польза от тебя, Субханна? Какая от тебя польза? На диете, говорит я, то есть нет, я не хочу, я слежу за собой, там для своей жены и так далее. Мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщиной. Вот кто следит за этим всем, за собой всегда должен следить и так далее. Женщина. Что касается мужчин, у нас, братья, много хадисов. Посланник Алии Салату Асалам запрещал постоянно хорошо расчесываться. Ты видишь то, что сейчас Али Алим больше женщин, мужчина, особенно если у него чуть-чуть борода есть, он каждый день перед зеркалом по несколько раз расчесывается и так далее. Рок Алии Салату Асалам запрещал каждый день умощаться благовониями. То есть иногда ты мужчина, Субханна, иногда не расчесался. Ну и что теперь? Ты мужчина. Это не значит, что мы ходим в разных сапогах и так далее. Нет. Но имеется в виду, то есть не должно быть тебя, то есть не должно постоянно заботить, что твой внешний вид там и так далее, я сегодня красивенький, ой, у меня там пятно на одежде, как я сейчас выйду, что обо мне люди скажут и так далее. Что это вообще, Субханна, такое? Где? То есть мужество. Где мужество? И это работает у людей везде, кроме где, то есть кроме когда они приезжают на Омру. Ты видишь то, что когда он у себя хорошо где-то находится в своей, то есть в стране, там в своем городе и так далее и тому подобное, если он выходит на работу, если он встречается с людьми, если он, то есть просто даже со своими друзьями сидит, он что? Очень красиво, опрятно одет, самая лучшая одежда на нем, приятно пахнет и так далее. Но тут он приезжает куда? То есть не к своим братьям, хорошо, то есть встретиться, а приезжает в гости ко Всевышнему Аллаху, Субханна, приезжает в Мекку, в Харам, и ты видишь, что в спортивных штанах приходит, в том, чем он никогда в жизни бы у себя дома не вышел бы на улицу, то есть никогда бы он себе не позволил такого, хорошо, то есть он бы оделся бы в самую красивую одежду, самую чистую, от него приятно пахло. Здесь душ сегодня не принял ни проблемы, а благовоние пророка, алейх салат, то есть он сказал каждый день, нельзя, хорошо, неопрятный, в спортивках каких-то, в тапочках и так далее, да, вообще без проблем. Как будто бы он что? После каких-то тренировок в душ идет, Субханна. И удивляешься положению этого человека, Субханна. Вот таким образом ты, твои взаимоотношения со Всевышним Аллахом, Субханна, и каким же образом они хорошо, то есть с людьми. И то же самое ты видишь так же хорошо, когда даже в своем городе, что везде, то есть на встречу с неверующими людьми, на работу и так далее, и потом человек ходит в красивой опрятной одежде, но как только идет в мечеть, а и так можно, а и так можно. И вот это посмотрите, то есть как человек относится хорошо к тому, что любима Всевышнему Аллаху Субханна. Какое у него отношение ко Всевышнему Аллаху Субханна и каким-то мирским вещам Аллаху Амстана. Или же так же на уроки приходит, в чем попало, хорошо, то есть Аллаху Амстана. Поэтому, то есть это неправильно ни в коем случае. Человек, то есть Пророк Алиса, Аллах Субханна говорит в Коране, украшайтесь перед каждой, перед каждой молитвой. То есть украшайтесь, да, то есть более известный тофтир этого, что закрывайте аурат. Вместе с этим, то есть основной смысл аята никто не отменял, хорошо, чтобы человек надевал красивую опрятную одежду, хорошо, он же идет в мечеть Субханна. То есть если у тебя запрещено заходить в мечеть, когда от тебя воняет, чтобы, то есть в первую очередь не навредить ангелам и также не навредить молящимся, так или не так, хорошо. То есть если ты будешь в прекрасном виде, и наоборот человек, который молится с тобой, будет прекрасно, то есть ты благоухаешь, у тебя приятный запах и так далее. Это же прекрасно. Говорит. Что касается деяний, то есть когда человек дает садака, молится, постится, хорошо, то есть джигад делает и так далее, это все принесет ему пользу. Почему постоянно, братья, приводится пример вопрос садака, 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 садака. То есть мы только на прошлом уроке Акша, Акша и так далее это порицали, а сейчас говорим, что садака, садака. Потому что братья садака, как в хадисе посланника Али Сарату сам пришло, сказал, а садака является, то есть расходование на пути Всевышнего Аллаха является доводом. То есть доводом на что? На наличие веры в сердце у человека. Потому что человек в основе своей создан жадным. То есть он любит имущество, он любит собирать, он любит все свое, то есть он хочет больше, больше, больше и так далее. И если он смог, ради Всевышнего Аллаха, естественно, не для того, чтобы люди сказали, а если он смог распрощаться с этим имуществом, хорошо, то есть у него спокойное сердце, это указание на что? На то, что его сердце связано с чем? С тем светом, а не с этим. Хорошо, то есть не с мирским чем-то, а у него сердце в мире вечном. Поэтому, Субханалла, рассказывается, что Аиша, то есть у них были, мы знаем, что после пророка Али Сарату сам остались земли, хорошо, то есть в Хайбаре, так или не так. То есть были у них там финиковые эти самые фазенды, или как это называется, то есть пальмы в любом случае, много пальм. Да, сады финиковые, пальмовые точнее. И поэтому им приходили братья горы золота оттуда. Горы золота. И приходила, и она брала блюдце, вот так перед ней клали горы золота, и она клала блюдце, это тому, это тому, это тому, это тому, это тому, пока все не заканчивалось. И уже когда все заканчивалось, приходила ее рабыня и говорила, о, мать наша, почему бы ты нам не оставила хотя бы 2-3 динара, чтобы мы купили что-то покушать, мы сегодня постимся. То есть у нас покушать деньги, ничего не осталось. И что отвечает Аиша? Почему мне не напомнили, говорит? Кто-нибудь когда-нибудь расходовал так, что Субханалла забыл себе что-то оставить? Ты когда этот самый кошелек открываешь, ищешь самую маленькую, последнюю купюру, и вот, и еще вот так вот ее надо дать, чтобы хорошо все абсолютно видели, что ты дал эти 5 рублей вот этому нуждающемуся, некоторые еще и что, обязательно сфотографируются с ним, вот я дал такому-то человеку, то есть, Субханалла, опозорил его еще выше, хорошо, чем, то есть, можно было в Аллаху Мустаан. Поэтому, то есть, человек, Субханалла, должен обязательно, то есть, следить за деянием своего сердца. Говорит, Поэтому имущество, которое ты выдаешь, то есть, на пути Всевышнего Аллаха, сражаешься на пути Аллаха, например, используешь его на пути Всевышнего Аллаха, то есть, каким образом, если у человека, то есть, все хорошо, у него много денег и так далее, и он знает, что он понимает, то есть, он хорошо разбирается, может, может, заучивать и так далее, и он что сделает? Оставит все и отправится изучать религию Всевышнего Аллаха, Потому что он, аль-хамдуля, не нуждается хорошо, этот человек получит великую награду, то есть, и это прекрасное дело, хорошо, то есть, которое он может сделать, иншалла, то есть, со своим деянием, или же, то есть, со своими деньгами. Также, если он, например, будет помогать бедным, хорошо, этим имуществом и так далее. Поэтому, то есть, то, что требуется понять, хорошо, то, что то, на что смотрит Всевышний Аллах, то, что является разницей, главная вещь, это что? Все это твое сердце и твои деяния. Поэтому стремись говорить, чтобы твое сердце было оживлено, оживлено любовью ко Всевышнему Аллаху, чтобы была в нем искренность к Аллаху, боялся, чтобы ты Всевышний Аллах, надеялся только на Него и всегда скучал по Всевышнему Аллаху, чтобы твое сердце всегда, всегда желало всю боль. То есть, каким образом скучать по Аллаху, желать еще и еще совершать благие деяния. И, братья, знаете, запомните такую великую пользу. Деяния благие, они, братья, всегда зовут за собой другие деяния благие. И это одна из величайших наград за благое деяние, что оно за собой ведет еще и еще. То есть, твоя душа будет желать еще и еще. И, братья, из самого страшного последствия греха, что грех всегда за собой зовет другой грех. Не смотри на то, хорошо, то есть, какой маленький, большой грех и так далее. Посмотри на того, кого ты ослушался, кого ты осмелился, то есть, Аллах, субхангдаре, тебе говорит, не делай, а ты все равно делаешь. И поэтому, знай, что это, если человек совершил какой-то грех, за ним пойдет следующий, за ним пойдет следующий и так далее, кроме как, если Всевышний Аллах, субхангдаре, пожелает смелости видеться над ними, то есть, облегчит ему покаяние, хорошо. То есть, если человек покаялся, то тогда тот, кто покаялся от какого-либо греха, то он подобен тому, кто его вовсе и не совершал. Говорит, стремись же, чтобы твои деяния были только ради Всевышнего Аллаха, субхангдаре, халисанлиллах, садакатук, ва салатук, саумук, ва джигадук, гайру талика, икону лиллах. Смотри, чтобы все было искренне ради Аллаха, субхангдаре. Неважно, расходует человек, или же молится, или же постится, или же, то есть, джигад совершает и так далее. Все это должно быть ради одного только Аллаха, субхангдаре. То есть, не должно быть ради показухи, чтобы о нем услышали, чтобы о нем узнали. Говорит, что? Молись ради Аллаха, постись ради Аллаха. Давай, то есть, садака, ради Всевышнего Аллаха, субхангдаре. сражайся на пути Всевышнего Аллаха, проявляй усердие на его пути только ради него. Хорошо, то есть если даешь кому-то насыщение, хорошо, то есть как-то помогаешь, советуешь и так далее, тоже только ради Всевышнего Аллаха. То есть приказываешь одобряемое, запрещаешь порицаемое, призываешь людей ко Всевышнему Аллаху. Все это должно быть только ради кого? Ради одного Всевышнего Аллаха. То есть ты не должен делать это, чтобы люди о тебе сказали, ты не должен делать это, чтобы люди тебя хвалили. Хорошо, то есть человек говорит, я вот им столько всего сделал, а они мне это, а они мне то, и то. Это не твое дело, это не твое дело. То есть подобное, если и дозволялось бы, то дозволялось бы в качестве порицания для того, чтобы человек задумался, не для своей личной пользы или же своя обида, что вот я им столько всего сделал, а они мне ничего и так далее. И опять же, единственное, когда дозволяется это, это опять же отцу дозволяется сказать своему сыну, что я тебе это сделал, я тебе то сделал, ты, Субханаллах, что ты вообще, как ты себя ведешь и так далее, это дозволяется родителям. Но основа, что мусульмане, например, кому-то помогал, 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 а тот неблагодарный. И он говорит, я ему это делал, я ему это делал, а он неблагодарный, это не дозволено, ты просто теряешь свою награду. То есть ради чего ты это делал? Если ты это делал ради Всевышнего Аллаха, то ты должен сделал и забыл, сделал и забыл, как будто бы ты никогда ничего не делал. Никто тебе не обязан, хорошо, то есть обязан, но он обязан. Это не твое обязательство следить за ним, сделал, он не сделал, поблагодарил, не поблагодарил, хорошо. Ты выполняй свою работу, а он выполнил и выполнил свою, это уже не твое дело. Всевышний Аллах, Субханаллах, сказал, То есть ты, когда совершаешь праведное деяние, не желай какую-то другую награду мирскую, хорошо, что кто-то тебя там поблагодарит и так далее. Нет. Твоя цель это что? Сделать довольным Всевышнего Аллаха, Субханаллах, сказал, Было им велено всего лишь поклоняться Аллаху, или же только лишь поклоняться Всевышнему Аллаху, Субханаллах, искренне только Ему одному. Также Аллах, Субханаллах, говорит, Поклоняйся же Аллаху, искренне очищая перед Ним свою веру, Аллаху принадлежит только искренней религии. То есть Аллах, Субханаллах, принимает Аллах, Субханаллах, только искреннюю веру. говорит, является поэтому обязательным для разумных, совершеннолетних мужчин, женщин, неважно, будь то из джиннов или же из людей, чтобы они стремились к искренности ради Всевышнего Аллаха во всех своих деяниях, хорошо, и чтобы они были правдивы в своих деяниях. И так же, чтобы они стремились к тем причинам, которые стали бы причиной принятия их дел, как, например, страх, надежда, любовь, чтобы человек зарабатывал только по-благому, хорошо, то есть только дозволенный риск, чтобы человек остерегался всего запретного грехов. То есть, это все говорит, что причины принятия дел и прощения от Всевышнего Аллаха. То есть, неважно, когда даже в вопросах завещания, мы сказали, что даже в вопросах завещания человек должен следовать шариату Всевышнего Аллаха. Не важно, будь то завещание или же что-то, другое, то есть торговля и так далее, во всем. То есть, он должен стремиться только к тому, что пришло в шариате, хорошо, и, то есть, ни в коем случае не противоречить шариату. Посланник алейхи салата у васалам говорит, «Маннета харра лхайра юута, ума, етавакка шара юука», тот, кто будет стремиться к благовому, Аллах альхия облегчит ему это благое, тот, кто будет остерегаться всего плохого, то Аллах альхия отдалит его, человек говорит, я вспыльчивый. Праву, которые свой Александр у васалам сказал, «Маннета саббар юсаббир Acastha, Тот, кто будет стараться проявлять терпение, Аллах станет его терпеливым». Человек говорит, как бы достичь мудрости. Праву, которыеЗЫКered, то есть, даже хильм не совсем, мудрость. Нет, не только мягкость, рассудительность, мягкость, то есть это все входит в понятие хильм. Хильм это когда человек не спешит и ко всему подходит на холодную голову, мудро, разумно, хорошо и мягко. Вот что такое хильм, соразмеренно, да, можно сказать. И поэтому, если ты хочешь это получить, старайся, то есть старайся быть таким, старайся работать над собой, и Аллах Субхану Таиле тебе это облегчит хорошо, или же также знание, человек хочет знание, изучай, изучай хорошо. Не по ним не могу, не понимаю и так далее. Аллах, и ты хорошо, то есть просто думаешь, Субхану, как говорил Зухри, то есть мой хорошо, я, говорит, не крепче этого камня, а знание намного тяжелее, чем капля воды. Капля, если будет постоянно капать, хорошо на камень, что будет с этим камнем? Будет потихоньку теснится, 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 пока полностью его, в принципе, не пробьет, а это камень, а это вода. Так или не так? И это капелька, которая капает, но что? Один, два, три, десять, сто, тысяча и так далее, и так далее. И потом что? Оно дается. Потому что, братья, память, разум и так далее, это как мышцы. То есть человек же не приходит и сразу сто, то есть килограмм не поднимает, например, начиная с чего-то более меньшего, хорошо, то есть потихоньку, 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 пока не привыкает. То есть если человек, например, будет каждый день, каждый день, два-три месяца, тридцать килограмм поднимать. Будет ли его первый подъем подобен тому, как он уже на третий месяц делает? Он уже вообще спокойно возьмет, так или не так? Он уже не будет считать это чем-то тяжелым, так или не так? Хорошо. Поэтому даже, то есть человек, когда учится в школе, в университете и так далее, когда ему начинают писать огромную формулу на доске, Аллаху Акбар, это вообще что за х, что за у и так далее и тому подобное, так или не так? Один, два, три раза примеры посмотрел, посмотрел, дальше уже все просто, хорошо быть может, людям преподавать будет. И другую, то есть любая, любая наука там и так далее, любая вещь таким образом. Поначалу кажется чем-то трудным, человек выходит на работу, как это делать, а как то делать, так как через год ты видишь, что он уже Машалам Муаллим, как говорится, обучает уже других этой работе, почему бы, что он знает, что и как. Таам.